Ребята, всем привет! Мне кажется, я скоро просто начну снимать видео о своей жизни, и причем, несмотря на то, что в моей жизни не происходит ничего интересного, это все же интереснее, чем все остальное, что я могу вам потенциально снять. Как вариант, можно было бы снимать видео о фильмах, но проблема в том, что я не смотрю особо фильмы сейчас, потому что у меня просто нет времени и нет желания, и плюс я не хожу ни на какие премьеры. Последняя премьера, на которую я ходила, это был Марсианин, и даже при желании снять что-то о новом фильме я бы не смогла, потому что я его просто не смотрела. И примерно так я пропустила прошлые полгода фильмы в кинотеатрах. Я решила, что если я сейчас не сниму хотя бы что-то, потом я уже ничего не сниму, потому что у меня весь телефон забит заметками о том, что нужно снять об этом, нужно снять об этом, об этом, об этом, то это сценарий, не сценарий, я бы сняла полнометражный фильм, я бы сняла короткометражный фильм, я бы что-то сняла. Но нет, я ничего не снимаю. Короче, камон, я оправдалась, все, с меня хватит. Чем я сейчас занимаюсь? Я хожу в школу, я хожу на Олимпиады, потому что я еще на что-то надеюсь. Кстати, Олимпиады это классная вещь, так что если вы еще не опоздали на поезд и не вбежали в последний вагон, как я, то гоняйте на Олимпиады с 9 класса. А хотя нет, я всегда гоняла на Олимпиады, я с 9 класса на них хожу. Хорошо, я не в последнем вагоне, все еще пока нормально. Я пока еще держусь на плаву. Я вообще не понимаю, какой сегодня день недели, какое сегодня число, потому что когда нужно было выходить на работу 11 числа, я заболела, просидела дома еще неделю, то есть у меня были дополнительные каникулы, в итоге у меня каникулы вышли где-то в месяц. Потом я пришла в школу, и мне говорят, что нужно идти на Олимпиаду. Я, по сути, в школе была за 3 недели, дней 5 в сумме, может быть даже меньше. Самое обидное, что мы там ничем полезным не занимаемся, и большую пользу я приношу сама себе дома, когда сижу и зубрю учебники по истории. И это самое классное, осталось 4,5 месяца до экзаменов. Кстати, о кино, несмотря на то, что я сказала, что я никуда не ходила, и я практически ничего не смотрела, да, конечно, это правда, но все-таки я посмотрела несколько фильмов, если я не ошибаюсь, штуки 4 за новогодние праздники, и 2 из них, это были биографические фильмы, один о Джоне Ленноне, а другой о Джеймсе Дине. Я думаю, снять видео о 4, потому что 4 это магическое число, но ровно как и 11 в моей голове, о 4 фильмах биографии, которые мне понравились. Благо у меня их, по-моему, 4 набралось, и это как раз почва для того, чтобы сделать нормальное видео. И если вам будет что-то такое интересное... Вот, кстати, главный вопрос. Если вам интересно смотреть видео про фильмы, видео рецензии, видео, я не знаю, топ-5, или что-то, может быть, тематическое, относящееся к какому-то определенному сезону или определенной тематике из разряда видео про фильмы о дружбе, о любви, о предательстве, не знаю, о том, как заработать первый миллион, то напишите мне об этом, пожалуйста, либо здесь, либо в Инстаграме, потому что я вроде как думала это снять, но у меня недостаточно мотивация. Если мне кто-нибудь пнёт и скажет, иди это снимай, то я обязательно пойду это и сниму, иначе... как иначе, короче говоря. Так что, наверное, следующее видео, которое я постараюсь снять, это подборка фильмов-биографий, которые меня впечатлили. Плюс у меня ещё есть очень специфичная идея для крайне специфичного видео, где я бы хотела поговорить... я не знаю... о сексизме, о дискриминации и прочих штуках, потому что... знаете, что меня на это натолкнуло? Я просто в очередной раз сидела в зале, смотрела телевизор, и там был выпуск о том, как одну девушку, модель, изнасиловал её же молодой человек, плюс ещё её избил, и самая страшнейшая часть всей этой проблемы, это когда она пришла на шоу, и вместо того, чтобы все говорили о том, что этот молодой человек, ну, извините меня, просто в последней степени аморальный ублюдок, все начали обвинять за то, что она сама его спровоцировала, она себя так ввела, что так нельзя вести. В общем, всё пошло-поехало, как обычно, и вот именно поэтому я хочу снять видео о том, что как бы, камон, ребята, неважно, кто как себя ведёт, нельзя посягаться на другого человека, на его жизнь, на его комфорт, на его, я не знаю, на всё, что угодно, потому что это чужой человек, это другой человек, даже если вы с ним встречались, жили, была свадьба, 8 детей и всё такое, это неприемлемо. Кстати говоря, я решила, что я буду делать, что хочу, потому что я вправе делать, что я хочу, ну, в рамках закона, и поэтому я буду снимать видео на те темы, на которые хочу я, насколько бы они странными не казались другим, насколько бы они были не приняты обществом или whatever, короче, whatever. Короче, я думаю, сейчас чувствуется, что я долго не снимала видео, потому что немножко логический ряд вещей, которые я произношу, сломался, то есть в ряду выпали пару зреньев, абсолютно, перехода ноль. Так что, если я хочу снимать влог, я буду снимать влог, если я хочу снимать видео о том, почему сексизм это плохо, я буду снимать его, если я хочу снимать видео о том, как я крашу левый глаз в отличие от права, я буду это делать. Очевидно. Я была бы рада, если бы вы мне написали, какие видео вы хотели. Это сейчас был открытый призыв, это была пропаганда. Вы должны написать, какие видео вы хотели бы видеть. Если бы вы вообще хотели видеть видео, если бы их не хотели видеть, ничего не пишите. Не надо, не стоит мне это узнать. Мне сейчас стало немного радостно. Это может показаться совершенно нерадостным для других, из-за того, что это очень, знаете, такая неважная вещица. У меня сейчас на инстаграме, на инстаграме, в инстаграме, на профиле в инстаграме 2350 округлений, 350 подписчиков. И почему-то мне это радостно, потому что было такое, что я видела 1999, и я такая просто, are you serious, bros? Почему в два раза меньше лайков? Я, конечно, понимаю, инстаграм-комьюнити сейчас очень неактивная, все любят follow for follow, like for like. Подпишусь на 5000 человек, они подпишутся на меня взамен, и не буду лайкать этим 5000 человек. Я понимаю. Ну, так что мне сейчас очень радостно, потому что я наконец-то перешла этот рубеж, который я не могла перейти на протяжении просто полугода. То же самое, удивительный факт. На меня начали подписываться люди, не в инстаграме, а на ютюбе, когда я перестала снимать видео. Я не знаю, с какими магическими событиями это связано, но походу как-то все успешнее, когда я молчу. А еще мне недавно стало безумно обидно, потому что в инстаграме я делала работу на конкурс от Лехтурм. По-моему, так называются блокноты, которые 1917. Тем самым, что я решила не понтоваться, я усложнила себе жизнь раз в сто, потому что походу не надо было вообще ничего делать. Я выложила композицию метр на метр. Вот просто представьте, метр на метр. На полу, со свечками, которые градиентно переходят из розового в зеленый, с розовыми вещами, с зелеными вещами, со всякими штуками. И все это посередине разделяется, как будто это противостояние, то есть Pink vs Army Green. Я отбрала даже деньги, зеленые деньги, тысячные купюры, несколько, чтобы у меня углы закрыть, потому что мне не хватало просто вещей дома зеленых, но у меня нет такого ни розового, ни зеленого. У меня вон шторы розовые, и вон стена зеленая, и шторы там зеленые. У меня это замело два часа. Я сфотографировала это, отредактировала, вытянула все тени, просто призвала всех богов, всех религий, чтобы они мне помогли, потому что тени вытягивались вместе с цветом, и там просто контуры абсолютно терялись, и там было непонятно, что это за розовое пятно слева и зеленое справа. Я это все сделала, я это обработала, мне все понравилось, понимаете, мне понравилась эта редкость. Конкурс был до 19 января, а 26, то есть вчера, объявляли результаты. И каково же было мое удивление, искреннее удивление, когда я вчера открыла список победителей, и меня там нет. Я просто для тех, кто не видел эту фотку, вот здесь вот сейчас ее вставлю, вы просто оцените масштаб. Я не говорю, что я богиня композиции, что я богиня идей, или там просто императрица полета мысли, какой-то оригинальности и креативности, но по-моему, объективно, вот это было достаточно оригинально. А знаете, что победила? Я вам сейчас просто покажу одну работу, любую выберу, ну вот просто одну. И то есть, а вот это вот в списке победителей. Не знаю, я сейчас в состоянии бомбить только проигравший. Короче, вот, мне грустно, я подумала, что я больше не буду участвовать ни в каких конкурсах, ни у кого и нигде. И, короче, вот так вот. Еще я, кстати, тут вспомнила, что пока я гоняла по всем этим олимпиадам, у меня была возможность после олимпиады ездить с мамой по торговым центрам и пытаться прикупить себе хотя бы какие-то вещи, потому что, ну, они такие ужасные. Знаете, Zara всегда был магазином премиум-класса из масс-маркета. То есть, он был топовым в масс-маркете, по сути. И если ты одеваешься в Zara, то вроде вещи на тебе выглядели прилично. Или ты хотел хотя бы верить, что они будут выглядеть прилично, потому что, ну, как бы, все-таки Zara, он всегда был подороже, чем остальные магазины. Но сейчас я прихожу в Zara, и мне хочется просто страдать, потому что, ну, вот, за последнее время единственная аномальная вещь, которую я купила в Zara, это вот эта. И то, мне кажется, эту вещь поверила пол Европы, прежде чем она до нас доехала. Мы с мамой зашли в ЛАЖ, потому что мы были в каком-то торговом центре, и он стоял рядом, и он вкусно пахнет. Я говорю, мам, давай зайдем. Просто ни к чему не обязывает, просто зайти и понюхать всякие штучки. Мы зашли, и там была, по-моему, 50% скидка на продукцию зимней коллекции. И единственные вещи, которые я купила за 5 дней шоппинга, это были две вещи из ЛАЖ. Она пахнет пачули. Что такое пачули? Это очень пряный упал пакет. Это очень пряный запах. У меня пачули ассоциируется с Крисом Пайном, потому что Крис Пайн любит духи с пачули, и Армани Кот, там есть нотки пачули на каком-то там из рубежей, из слоев и все такое. И пахнет божественно. Мама сказала, что бери обязательно, бери, 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 потому что мама любит пачули, и я люблю пачули. Семейная. Вторая, это вещица, которую точно никто не купит сейчас, ну кроме таких, как я, которым все равно какой праздник, мне просто нравится запах, я покупаю. Тем более, там 50% скидка. Мое еврейское я вспоминает о том, что оно еврейское, несмотря на то, что оно по сути не еврейское. Я понятия не имею, чем оно пахнет, но пахнет чем-то знакомым. Бегите сейчас, или если вам не хватало достаточной мотивации, вот сейчас вон пинок, идите и скупайте это все, и это очень вкусно. Ну я соврала, в принципе, помимо ЛАЖ, я еще купила себе домашние одежды, и это просто квинтэссенция того, что я не люблю. Я сижу всегда нога на ногу, или в турецкой позе. Это просто то, как я живу. Я даже сплю так. Поэтому мне очень удобно всякие, я не знаю, комбинезонные уонзи, потому что штаны имеют свойство спадать и сползать. Поэтому приходится разрывать свою крайне медитативную позу и пытаться их подтянуть, не падая с дивана или с кровати. Короче, в итоге все это заканчивается на полу. В общем-то я считаю, что пора заканчивать это видео. Слишком много уже вам тут наговорила. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментарии, как вам вот этот вот фон. Когда-нибудь я сделала по нему экскурс, но не сейчас, пока пусть там будет интрига. Я вас очень сильно призываю писать мне все в комментарии. Любое, что хотите. Я просто люблю, когда мне пишут комментарии, я сразу все чувствую так social adapted, это как бы адаптированный к социуму. Пожалуйста, не ставьте дизлайки, потому что я уже бомбила по этому поводу. И, кстати, это повод снять видео, потому что, когда ты ставишь дизлайк, один мирный котик умирает в мире. Представь, что он умирает на твоих руках, потому что я не люблю котов, мне все равно, а вот большинство любит котов, поэтому, да, бейба, не ставь дизлайк. Хотя я уже вам объясняла, почему я считаю это вредом. Могу еще раз вам в конкретном видео объяснить, почему это так. Anyway, если вам понравилось это видео, вот здесь вот внизу вы его можете оценить. Здесь же внизу вы можете подписаться на мой канал, чтобы следить за обновлениями и всякими новыми приколюхами. Если вам интересно посмотреть на меня в каких-нибудь других социальных сетях, все ссылки будут внизу, на все соцсети, в которых я существую, обитаю и прозябаю, и просто трачу на которые свою всю молодость и юность. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Не знаю. Камон, Крис Эванс. И тебе присылают блокнот с гравировкой Крис Эванс и пишешь себя, Арина Эванс, и вы как бы муж-жена. Все. Все. Знаете, что именно что... Фу, блин. Знаете, в чем я снимаю видео? Вот в чем я снимаю видео.